ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, вас Амигос! Под запись этого лёгкого непринуждённого боя хотел бы поделиться с вами кое-какими сомнениями, которые меня терзают насчёт этой игры. Я не жалуюсь, но я играю в неё, как и многие из вас, наверное, кто подписался на канал из-за видосов по проекту Армата, в частности. Но кое-что мне не даёт покоя. Это сходство этой игры с World of Tanks с первого дня, с первого взгляда, но бросилось мне в глаза, и я вот постоянно об этом думаю, почему же игра так на неё похожа. Даже в первое время были палевные команды, вот это, в атаку, за мной, помогите, никак нет, так точно, на вот эти F2, F3, F4, F5, то есть сейчас они там что-то поменяли, но схожесть всё равно осталась, процентов на 80, ввели также ромашку команд, то есть, ну, всё как в картофане, да. И это сходство, ну, понимаете, оно во всём. Очень сильно спалилось в последнее время сходство Арматовское с танками в том, что здесь точно такой же механизм усреднения статы, да, как в комментах многие со мной согласились, что после череды побед наступает череда сливов, то есть не дают тебе процент побед ни задрать, ни опустить, то есть 50% плюс-минус 10, да. Есть уже много видосов по этому поводу от разных вододелов из World of Tanks, так вот здесь точно такая же фиговина в этой игре. Вот, а между тем World of Tanks купил патент на ту программу для усреднения статистики. Неужели Obsidian и Mail.ru купили то же самое в том же месте? Вот, такой у меня возникает вопрос. Во-вторых, почему в этой игре всё, всё точь-точь похоже один в один? Система обнаружения точно такая же. Почему танк, напичканный современной техникой, не может точно стрелять на ходу? Ведь современные танки, как мы знаем, стреляют с вертушки белки в глаз, а здесь ты должен, как на танке Второй мировой войны, остановиться, дождаться полного сведения, и только тогда, может быть, твой снаряд полетит точно в центр круга разброса. То есть, что это такое? Почему современные танки такие кривые? Далее, следующее, чем занимаются все танки в World of Tanks, да? Как они друг с другом воюют? Они ездят и стреляют друг к другу в нижние листы и всякие лючки там на башнях, на корпусах. Чем занимаются танки ОБТ в проекте Армата? Тем же самым, ездят и отстреливают друг к другу нижние листы и люки на башнях. Для сравнения, в War Thunder никто друг к другу в нижние листы и люки на башнях не стреляет. Там совершенно другие принципиально, другие уязвимые места, чтобы ваншотнуть, чтобы поджечь, чтобы и укладку взорвать. Там вот все по-другому. А здесь, опять же, все точно так же, как в World of Tanks. Игроки, опять же, вот комьюнити, откуда сюда в основном пришло? Из World of Tanks, который потому что очень сильно похож на эту игру, и им здесь легко привыкнуть. Типа, ну, вот какой шанс того, что Obsidian Games совместно с Mail.ru специально решили создать точно такую же игру, как World of Tanks, только про современные танки, и стали ее делать и наворачивать ее с нуля. То есть, с нуля взяли, начали писать программные коды и так далее. Или же, у меня есть такая догадка, что вся программная часть этой игры была просто выкуплена у Wargaming. Wargaming, судя по своему последнему патчу Rubicon, который они собираются выпустить, не очень-то уже желают и страстно хотят развивать свой World of Tanks. Да, он уже скорее на самотеке. Они давно говорили, что даже если наш проект World of Tanks пустить на самотек, он будет приносить деньги еще 10 лет. Что-то вроде этого они выдавали, вот, видимо, на самотек все и пущено. То есть, ну, количество дислайков под видосом про патч Rubicon говорит само за себя, как уже игроки относятся к этому. Поэтому, если предложили Wargaming разработчики вот этого проекта Armada кругленькую сумму за их программную часть игры, я думаю, они вполне бы теоретически могли согласиться на это. Obsidian Games просто запилила для этой игры графику, причем не очень такую хорошую и логучую, как назло. Ну, почему? То есть, ну, Obsidian Games просто, грубо говоря, имела дело с этим движком, на который игра сделана, поэтому не без проблем, видимо, его все это нарисовали и оформили. Но вся остальная начинка этой игры, то есть косые полеты снарядов, вот это сведение, обнаружение там, это все вышло как будто из-под пера программистов Wargaming. Причем, мне так кажется, что продана была не самая последняя версия вот этой программы игры, потому что иногда танки пробивают друг друга под такими дикими углами, да, и при этом здесь как-то рикошеты вроде как вообще отсутствуют, там бывает не пробил, а рикошетов нету. А между тем у Wargaming уже давным-давно был такой патч, где ввели вот эти рикошеты, и рикошетить стало все подряд просто. Даже на форуме такую шутку сделали, типа, когда кто-то из Wargaming попытался застрелиться, а выстрелил себе в голову, и с неба раздалось рикошет. По-моему, что-то типа того бы было. А опять же, заметьте, что если бы делали игру с нуля, да, неужели не позаботились бы о том, что эта игра вышла бы уже сразу с физикой уже, потому что физика, ну, она актуальна. Даже Wargaming пытается на своем бешке запилить физику, ну, чтобы танки заносило там, и все как, ну, как в War Thunder, грубо говоря, здесь ни намека на физику, естественно, нету. То есть это ранний World of Tanks. Еще, когда я писал свое первое видео, я заметил, что даже трупы танков там хреново двигались, очень хреново, как в раннем World of Tanks. В итоге у меня появилась страшная догадка о том, что проект Armata, это игра, сделанная на старых программных кодах от World of Tanks, примерно двухлетней давности или полутора годовалой, как минимум, при этом с новыми шкурками на новом графическом двигле, и по умолчанию она как бы напичкана еще модами от World of Tanks-овских мододелов. Вот этот прицел от арты, вся лампочка, когда арта стреляет и так далее, все вот это моды, моды из World of Tanks. Вот, ну, еще по итогам этого боя видно, что World of Tanks даже своими раками с Armata поделился. В общем, напишите, что об этом думаете. Субтитры создавал DimaTorzok